Доброго времени суток, меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk компании Cloud Crush и сегодня мы поговорим о полях тикета. Для того чтобы добавить поле, нам нужно перейти в центр администрирования. Для этого выбираем 4 кубика, нажимаем центр администрирования и можем при помощи поиска ввести поля. Видите, есть несколько полей, поля пользователя и поля организации, также поля тикета. Все эти поля применяются к разного рода сущностям, то есть естественно поля пользователя будут доступны только в карточке. Поля тикета будут доступны только в тикете. Переходим в настройку. Здесь вы можете увидеть небольшую информацию о полях. Как видите, системные поля всегда обозначаются. Их нельзя деактивировать, так как они системные. Вы можете увидеть ID поля, тип поля, естественно, вы можете сортировать их. Вы можете сделать массовую загрузку. Вырузится такой CSV файл и естественно вы можете отобразить все поля, если уже у вас много в удобном для вас формате. Фильтрация по поиску самих полей и также есть две вкладки активные и неактивные. Если же у вас есть определенного рода поля, которое вы уже больше не используете, но планируете использовать в дальнейшем, для того, чтобы не удалять информацию из этого поля, вы можете просто деактивировать. Таким образом, это поле будет недоступно для заполнениями агентами, но при этом не удалено. И вы сможете его активировать в любое удобное для вас время. Для того, чтобы добавить поле, выбираем добавить. И здесь у нас есть несколько типов полей. Все они разные. Есть раскрывающий список. Вы можете дать название, можете дать описание. Также у полей есть несколько типов разрешений. То есть, кто может видеть и редактировать это поле. По умолчанию всегда только для агентов, но если же вы хотите, чтобы это поле заполняли ваших клиентов при оформлении запроса со справочного центра, вы можете предоставить им такую возможность. То есть, как видите, справа есть отдельные настройки. При изменении вы можете добавлять настройки для пользователей. И только для чтения пользователя. Они отображаются для пользователя с какой-то той или иной информацией, но не доступны для редактирования. Заголовок, видимый агентами, это то, что будет отображаться в самом тикете. Вот здесь, как оно будет называться, к примеру, домен или по-другому. Можем дать какое-то название, к примеру, Demo for Test. Вы можете выбрать тип поля, обязательно-необязательный. И если же вы включили разрешение для изменения конечного пользователя, вы можете, к примеру, задать название для них. Условно говоря, для клиента это будет поле биллинг. А для агента она будет называться по-другому, если уже у вас используется другая специфика. И они также могут быть идентичными. Опять же, вы можете указать обязательный для отправки запроса. То есть, как только конечный пользователь заполняет форму на справочном центре, вы можете указать обязательно, где оно в заполнении, чтобы отправить запрос в команду поддержки. Небольшое описание, как видите, самое главное, что оно видимое конечным пользователем. К примеру, если же это биллинг, поле будет, то здесь вы можете написать, допустим, введите какую-то информацию. Последние четыре цифры номера карты или же что-то еще другого. И соответственно, какую-то информацию можете вводить в поля. Это у нас раскрывающийся список, где пользователь может выбрать всего лишь одно значение из всех остальных. Вы также можете при создании использовать CSV-файл. Для чего это нужно? Если уже у вас есть готовый классификатор, к примеру, поле называется «Типы проблем» и у вас есть там много значений, вы можете в формате CSV подгрузить этот список. Также есть кнопочка «Сделать стандартным». Это обозначает то, что всегда это поле будет по умолчанию выбираться, только если его не менять. Соответственно, если поменять, то будет другое значение. Есть несколько типов полей. Опять же, первый из них – раскрывающийся список, множественный выбор. Тогда мы можем выбрать несколько значений, а не одно, как в раскрывающем списке. Обычный текст, многострочный текст. Радница в том, что само поле «Текст» отображает ограниченное количество символов. Ну, к примеру, как вот здесь. То есть, видите, здесь идут три точки и мы не видим, что дальше. У нас строчный текст позволяет как раз-таки сделать так, чтобы вся информация была видна для агента, даже без изменения планки интерфейса политикета. Флажок «Да» или «Нет», числовое поле, десятичное поле, дата, кредитная карта и регулярное выражение, которое позволяет вам создать определенного рода поле. Например, у вас используется какая-то аббревиатура или же в вашей системе есть определенные какие-то идентификаторы, которые вмещают, допустим, первые два символа – это буквенные символы, дальше идут цифры. Их, к примеру, там всего четыре. Вы можете задать при помощи вот этого типа поля, что первые два символа будут – это буквенные символы, а остальные – это будут цифры от одного до девяти, к примеру. На этом, в принципе, все. Всем спасибо, всем всего доброго. До свидания.